Северная Корея уже отправила полторы тысячи спецназовцев на помощь России в войне против Украины. Об этом сообщает разведка Южной Кореи. Солдат КНДР перевезли военными кораблями РФ во Владивосток. И еще одна транспортная операция состоится в ближайшее время, отмечают разведчики. Всего Северная Корея отправит около 12 тысяч военнослужащих, включая четыре бригады своих элитных сил специальных операций. Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что около 11 тысяч северокорейских солдат к 1 ноября будут готовы воевать против Украины. Об этом сказал начальник ГУР Кирилл Буданов из здания The War Zone. Сейчас они проходят подготовку на востоке России. Первые отряды, а это 2600 солдат, отправятся в Курскую область. Куда перебросят остальные северокорейские войска, пока неизвестно. Также Буданов сообщил, что эти солдаты будут использовать российское снаряжение и боеприпасы. Тем временем в сети появилось видео, где северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение. Кадры опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики. Предположительно, это происходит на Сергеевском полигоне на Дальнем Востоке России. Это в 35 километрах от Северной Кореи. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Запада к жесткой реакции. Россия расширяет масштабы своей войны. В ответ союзники должны усилить военную поддержку Украины, снять ограничения на дальние удары, начать перехват российских ракет и беспилотников над Украиной, продлить приглашение в НАТО, увеличить инвестиции в украинское оружейное производство. Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины. В соцсети ИКС.